На этот раз онлайн-встреча состоялась с мастером современной прозы, автором успешных литературных произведений и серий как для детей, так и взрослых Олегом Роем. Он входит в топ-100 лучших европейских романистов. Несколько томов его произведений находятся и в Виндовской библиотеке. Олег Рой очень пользуется большим спросом. Среди читателей книжечки берутся с удовольствием. Я сама имела возможность познакомиться с творчеством Олега Роя. Мне очень понравилась его книжечка «Дом без выхода». Я хочу снова ее перечитать. Олегом Роем написано более 30 книг. На встречу он рассказал об известных своих произведениях, таких как «Сага соратники», серии фантастических романов «Эзгои». Его собеседникам оказались знакомы эти книги и другие произведения. Наталья Фомина, приехавшая в Видное из Карелии четыре года назад, по профессии учитель. Без чтения художественной литературы не мыслит своей жизни. Среди моих писателей, которых я читаю, а я плохих не читаю, я их узнаю сразу. Мне нравится Олег Рой. Чем? Знаете, он очень разный по тематике. Олег Рой – создатель детских проектов. Он написал книги и сценарии к мультфильмам «Дракоша Тоша», «Мечтатели» и другим. Писатель делился с читателями планами на будущее. Высказывал свое мнение о том, каким из важных качеств должен обладать человек. Одному из них отвел особое место. Верность собственной вере. Многие по ту сторону экрана действительно верят и входят в церковь. Вот верность даже Христу или своему совершенно другому Богу. Не хочу никого, не тянуть одеяло ни в какую сторону. Но тем не менее, верность, вера – вот это самое лучшее и самое высокое для меня качество. Все написанные произведения писателю очень дороги, но некоторые он все же выделил. Посоветовал почитать как раз книгу в нашем фонде «Новый белый квадрат». Потом книги у нас стоят «Старьевщица», «Ловушка для влюбленных». Вот эти книги, так как он уже сам порекомендовал, я думаю, что стоит почитать. Я думаю, вторичные встречи всегда гораздо более продуктивны и интересны. Если будет возможность, мы с удовольствием подключимся и пригласим наших читателей. Тем более, что сегодня Олег Юрьевич уже посоветовал участникам телемоста какие-то книги к прочтению. Возможно, кто-то этим советом воспользуется и тогда смогут вести свой диалог с автором уже более предметно. Олег Рой общался со своими читателями из студии Центральной библиотеки Москвы. Телемост объединил около 70 городов России, среди которых и подмосковный «Видное». Пришедшие навстречу открыли для себя интересного писателя. И если кто-то не читал его произведений, наверняка захочет взять книгу Олега Роя и окунуться в мир современных фантазий. Людмила Медведева, Николай Карбанов, Сергей Ларин, «Видное ТВ».